Великой Отечественной войны победоносно завершилась! В пятом подъезде дома номер 7 по улице 12 сентября живет ветеран Великой Отечественной войны Гончаров Леонид Сидорович. Герой Победы 7,5 лет провел в армии, из которых 3,5 года отслужил на фронте под бомбежками. Съемочная группа телеканала Уллправда ТВ пришла в гости к ветерану не с пустыми руками. 1 марта Леонид Сидорович отметит свое 94-летие в кругу большой семьи. Мы поздравили пенсионера с этим замечательным грядущим событием. И в преддверии вашего замечательного праздника, дня рождения, самое главное, мы желаем вам долголетия. Чтобы вы дожили до 100 лет победы, и чтобы у вас в семье именно с женой все было хорошо. Мы вас поздравляем, небольшой такой подарочек. Леонид Гончаров окончил 7 классов средней школы в селе Петропавловка Воронежской области. Вспоминая голодное детство и тяжелые военные годы, Леонид Сидорович говорит, что помнит все до мелочей, как будто это было вчера. Шел на войну с единственным желанием – бить фашистов, чтобы отомстить за свою семью и русский народ. Родители умерли. Моё детство, у нас 4 брата, 2 сестры. Семья многодетная. Все 4 брата ушли на фронт. Старше они были? Ну, конечно. Все старше. Я самый младший из них. Два брата погибли на фронте. Пришло известие о гибели. Леонид попал на фронт с 17-летним мальчишкой. В сентябре 1943 года парень поступил в 10 класс и не доучился. В ноябре эшелон отправился из Воронежа на Дальний Восток. В городе Спаск-Дальний Приморского края новобранцы проходили учебу 6 месяцев, после чего Леонид Гончаров был командирован на 2-й Украинский фронт. А вот расскажите, как фашистов били? Фашистов. Я в авиации служил, поэтому наша цель – механикам, наше обслуживание самолетом, заправка, бомбометание, в смысле бомба, зарядка и так далее и тому подобное. В 1945 году Леонид Гончаров участвовал в освобождении Чехословакии и боях под Австрией, получил медаль за боевые заслуги и был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. 13 апреля 1945 года получил боевое ранение и легкую контузию, лечился в госпитале, был отправлен на фронт в Забайкальский военный округ. День победы Леонид Сидорович встретил в поезде и не мог поверить в то, что ужасная война наконец закончилась. 9 мая – это самый дорогой праздник, я считаю, для всего человечества нет, а для нас, для воинов, тем более. День победы я встретил в эшелоне, ехали с 2-го Украинского фронта на 1-й Дальнем Восточном. Это где-то произошло в Сибири. Выскочил и кричат «Победа, победа!». Гордость, радость и так далее. За время, проведенное в армии, Леониду удалось освоить профессию не только механика, но и пулеметчика. А также он немало поездил по России и за рубежью. Прибыли на Забайкальский военный округ, в город Читу. По распределению направили на границу Краевой, где минометные батареи, вторым номером. И вот, как вам сказать, продолжал службу и войну в Манжурии. В составе артиллерийской минометной батареи Леониду Сидоровичу удалось поучаствовать в освобождении китайских городов Мудэньцзянь и Чунь, Харбин, форсировании двух рек. После воинской части оставалось по 46-й год в Китае. После возвращения с Китая служил. Училище связи еще послали. А потом 26-й отдельный краснознаменный батальон связи расформировали. Я попал служить в штаб главного командования Хабаровского гарнизона. В 1950 году Гончаров мобилизовался, закончил 10-й класс вечерней школы и поступил учиться в Хабаровский горный техникум. В городе Хабаровский встретил на танцах свою будущую жену, красавицу Зину, студентку медицинского техникума. В 1952 году они поженились и уехали по распределению на Украину. Там Леонид Сидорович 10 лет проработал начальником горного цеха Глуховецкого-Коалиного комбината. В 1963 году семья Гончаровых переехала в Ульяновск на родину Зинаиды Михайловны. Здесь герой войны устроился на моторный завод. Поступил на моторный завод, работал старшим мастером и начальником диспетчерства службы завода, где проработал 35 лет на моторном заводе, 10 лет на Украине, 7 с лишним лет в армии. В 1943 году призвали, в 1950 демобилизовали. У супругов Гончаровых есть прекрасная дочь, двое взрослых внуков и уже растут правнук и правнучка. По словам Леонида Сидоровича, семья – это главное богатство в его жизни, то, ради чего была завоевана Великая Победа. Сколько, получается, внуки, правнуки? Не считали? Нет, я не считал. Но приходят они к вам, поздравляют все-таки с праздниками, не забывают стариковка? Ну, как же, все время. Не забывают, приходят. В свои 93 года Леонид Сидорович вместе с супругой, 87-летней Зинаидой Михайловной, полны жизни. По их словам, секрет семейного счастья прост, любовь и взаимопонимание. А самое главное – мечта Читы Гончаровых, чтобы больше не было войны. Великая Отечественная война победоносно завершилась! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok